МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети на крыше. В интернете появились фотографии рязанских детей, которые совершили рисковый поступок. Полицейский Дед Мороз продолжает свою миссию. Сказочные герои поздравили воспитанников Рязанской школы-интерната. Итоги года подвели в администрации города Рязани, а также о других результатах уходящего года в нашем выпуске. 2017 год оказался поворотным для нашего региона. О том, как изменилась жизнь рязанцев, можно начинать судить уже сейчас. В четверг, 28 декабря, в администрации города были подведены итоги работы в уходящем году. На заседание побывала Галина Ершова. Итоги 2018 года подвел исполняющий обязанности главы администрации города Рязани Сергей Карабасов. Чиновник вступил в должность три месяца назад, однако к нему у представителей СМИ уже накопилось множество вопросов. Самым острым стало подорожание проезда в течение года с 16 рублей до 23. По словам Карабасова, увеличение стоимости позволило спасти от банкротства автоколонну 1310. На сегодняшний день осуществляем контроль как за пассажирскими перевозками муниципальными, так и за коммерческими перевозками. Изучаем пассажиропоток. Уже установили 10 камер в маршрутках. Ведем строгий контроль за соблюдением расписания. И также ужесточили ряд требований. Поэтому мы очень заинтересованы создать в городе нормальный муниципальный транспорт. Другой важной темой стали парковки. Проект предполагает четыре этапа реализации. В рамках него будет создано 6400 платных мест. Первый этап завершился, второй стартует 15 января. В рамках второго этапа планируется создание порядка 900 платных парковочных мест. Поэтому мы информацию всю разместим, предупредим граждан. Продолжается реализация программы «Парковка». В рамках нее уродома номер один запустили пилотный проект. Установили ячеечные блоки. Первый в городе – эко-парковку. Также глава администрации заявил, что он планирует создать центр городского пространства. Будем делать конкретные проекты парковок в наших дворах по всем районам. То есть задача глобальная – ежемесячно вводить, строить, где-то, может быть, за внебюджетные источники, но делать парковки. Предстоит нарисовать в проекты более 10 тысяч парковочных мест. Администрация города планирует, что в их создании примут участие частные инвесторы. Волнует общественность и федеральная программа комфортной городской среды. Она рассчитана на пять лет и предусматривает формат софинансирования. Идет речь о 10-процентном софинансировании. То есть если ремонт двора составляет 4 миллиона рублей, то вот 400 тысяч дополнительно в соответствии со сметной документацией софинансируют жители. Многие управляющие компании, так же как и региональное правительство, и администрации города, идут на то, чтобы жители вот эту тысячу рублей в управляющую компанию перечислили в течение года. За 2017 год было отремонтировано 47 дорожных объектов и 36 километров дорог. На Куйбышевском шоссе теплотрассу перенесли из-под дороги на прилегающую территорию. Теперь власти города готовы перейти к следующему этапу. Тот въезд со стороны М5 нам необходимо усилить в плане благоустройства, поэтому будем устанавливать и парковые элементы, будем заниматься усиленно озеленением. Запомнился уходящий год решением экологических вопросов. 11 тысяч гектаров перевели в зону Солочинского парка. Здесь запрещены сплошные и выборочные рубки деревьев. Территория получила название «Зеленый щит». 26 декабря на заключительном заседании Городской думы утвердили правила застройки и самого поселка Солоча. 7,5 метров – это та критическая высота, которая разрешена. Более того, в связи с Есенинской Русью, достопримечательным местом, пока не определится регламент данного федерального объекта, ни одного разрешения на строительство мы не выдадим в принципе. В 2017 году завершилась реконструкция Лыбецкого бульвара. Подходит к концу благоустройство около цирка. Территорию по обе стороны моста власти планируют объединить в единые пешеходные и велосипедные маршруты. В 2017 году изменения коснулись и лесопарка. Его избавили от дикорастущей поросли, вывезли лишнюю листву и подняли кроны деревьев. Подобных работ здесь не проводилось уже в течение 50 лет. Есть предложение, если брать территорию от торгового городка, вот эту дорогу, троллейбус, который осуществляет в летнее время подвоз граждан на пляж, можно и на автобусах возить, но не по данной дороге, а через проезд речняков. То есть у нас предложение сделать эту зону исключительно пешеходной. Завершилась пресс-конференция обещанием Сергея Карабасова, что все решения по сносу старинных зданий в Рязани будут приниматься исключительно после общественного обсуждения и консультации с жителями города. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К сожалению, опасность на автомобильных трассах возникает не только из-за состояния дорожного покрытия или плохих погодных условий. Риск для жизни окружающих представляют и сами водители. Лихачей на российских дорогах всегда хватало. И обычно такое поведение автолюбителей приводит к печальным последствиям. Нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Казалось бы, правило проезда очевидно. Пример словно сошел с учебника по правилам дорожного движения. К сожалению, оказалось, что не все автомобилисты эти правила помнят и соблюдают. 27 декабря около 14 часов в Сараевском районе на нерегулируемой перекрестке неравнозначных дорог произошло столкновение автомобилей «Шевроле» и «ВАЗ-2115». Житель Москвы, управляя автомобилем «Шевроле», выезжая со второстепенной дороги, по предварительным данным проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу». Не убедился в безопасности своего маневра. Не предоставил преимущества проезда автомобилей «ВАЗ-2115» под управлением 42-летнего местного жителя. В результате чего произошло столкновение. Удар при столкновении был такой силой, что водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП. Его пассажиры были госпитализированы в больницу со множественными переломами. Супруге водителя «Шевроле» понадобилась медицинская помощь. О состоянии самого шофера информации нет. Что примечательно, похожая ситуация произошла 26 декабря в черте города, на улице Первомайский проспект. Два водителя также не поделили дорогу, но уже на регулируемом перекрестке. Авария попала на камеру видеонаблюдения. Автомобиль «Шевроле» завершал маневр на запрещающий сигнал светофора, в то время как водитель «Тойоты» не убедился в безопасности проезда и поехал, как только загорелся зеленый. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напомнили, казалось бы, очевидные правила проезда перекрестков. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями правил дорожного движения на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения. Сотрудники госавтоинспекции добавили, что на перекрестках, будь они регулируемы или нет, водителям всегда нужно быть предельно внимательными и осторожными. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Телекомпания. В интернете вновь появились фотографии рязанских детей, которые не побоялись за свои жизни и решили прогуляться по крышам жилых зданий. С виду ребятам не более 8 лет. По словам автора снимков, подростков заметили на крыше одного из домов в Бутырках. По словам автора снимков, подростков заметили на крыше одного из домов в Бутырках. В своем сообщении автор также призывает родителей обратить внимание на фотографии. Возможно, кто-то узнает в ребятах своих детей. В свою очередь, психотерапевты подтверждают, что у детей не так сильно развит инстинкт самосохранения и страх смерти, как у взрослых. Поэтому они неосознанно подвергают себя большой опасности. Так что еще раз напоминаем взрослым о том, что за своими детьми необходимо хорошо присматривать, а также регулярно проводить с ними разъяснительные профилактические беседы. В России выбрали главное слово 2017 года. Вот уже на протяжении 10 лет в нашей стране наиболее значимые актуальные и популярные слова и выражения определяют члены экспертного совета при Центре творческого развития русского языка. В этом году, по их мнению, в тройку лидеров вошли слова «реновация», «биткоин» и «хайп». Как они характеризуют общество в целом и языковые процессы в нем происходящие, а также как понимают их значения современные школьники, узнаем из следующего материала. Если отталкиваться от того, что главной целью акции является выявление знаковых слов, отражающих общественные и культурные тенденции уходящего года, то получается, что на сегодняшний день мы живем в обществе «реновации», «биткоинов» и «хайпа». Помимо тройки лидеров в список наиболее популярных вошли слова «баттл», «допинг» и «криптовалюта». Многие из этих слов заимствованы, некоторые являются сленгом, но все они в целом характеризуют современное общество. Русский язык – это отражение того, что происходит в настоящее время для определенной категории людей и для определенного периода времени. Но на самом деле вопрос, нужны ли эти слова, и вон вечно еще шишковисты и карамзинисты спорили, нужны ли нам новые слова. Но я думаю, что в русском языке нет пока синонимов, которые могут заменить. Да, то, что мы уходим в киберпространство, это логично, потому что термин «биткоин» – это все, это наше все сейчас. Но мне кажется, что в данном случае не всех применяют, и в большей степени это неологизма. Но если «реновации» и «биткоин» термины более или менее понятны тем, кто следит за происходящим в стране, то хайп вызывает множество вопросов. Ольга Тарасова – учитель русского языка и литературы. Именно она закладывает основы правильной речи, и именно она одной из первых знакомится с новинками молодежного сленга. После выбора слова «года» Ольга пообщалась со своими учениками и поняла, что во многие слова ребята вкладывают не совсем общепринятый смысл. Так, например, заимствованное слово «хайп» в бизнес-структуре обозначает нелегальные схемы в сетевых организациях. Но сейчас молодежь употребляет его в другом значении. И, как выяснилось, понимают они его тоже по-разному. Я думаю, что это связано с популярностью. Что-то модное, что-то в тренде. Я думаю, что хайп – это олицетворение молодежи. Скажи, пожалуйста, а сама это слово в своей речи ты употребляешь? Нет. А почему? Не знаю, оно мне как-то не близко. Для меня хайп – это веселье. Слово «хайп» я не употребляю в своей речи. Если нужно объяснить значение, то я думаю, что это что-то, находящееся на пике популярности. Кратковременной, но все же популярности. Из этих трех слов, пожалуй, максимум могу употреблять биткоин, но это не очень часто. Кстати, помимо слова «года» эта акция включает в себя еще две номинации. Выражающая язык лжи и агрессии категории «антиязык» на первое место вышло словосочетание «иностранный агент». Чуть ниже лозунг «можем повторить». В номинации «Портологизм года», то есть новообразованное слово, первое место делят два победителя. Домогант, а также приставка «ГОП». Например, «ГОП-политика», «ГОП-журналистика», что означает проникновение гопничества во все сферы жизни. Вот такой филологический итог года. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Новогодние выходные славятся обилием вкусных блюд на столах у россиян. И каждый год многие из нас стараются не переедать и оставаться в хорошей форме, даже после праздников. О том, что поможет сохранить фигуру и здоровье, в следующем материале. «Где я?» Чтобы не попасть в неприятное положение, большое внимание нужно уделить границам в употреблении алкоголя. Все люди чувствуют себя отменно, готовы играть с детьми и совершать вылазки на природу в трезвом состоянии. Ценное время можно потерять, приходя 1 и 2 января в себя. А для некоторых праздники каждый год заканчиваются мучительно больно, физически и морально. Как правило, уже на корпоративах мы видим, что многие злоупотребляют алкоголем в повышенном количестве и требуется оказание медицинской помощи. Как правило, эту помощь они успевают получить до Нового года. А в Новый год не все внемлят разуму и зачастую бывает, что попадают во вторую полосу запоя и потом требуется оказание помощи еще и после Нового года. Русский народ непобедимый. Некоторые люди ежегодно попадают в наркологические клиники после новогодних праздников не только с алкогольным отравлением, но и с белой горячкой. Хотя все врачи сходятся во мнении, что разумная доза выпивки составляет не более 40 грамм чистого алкоголя за сутки, они все равно не рекомендуют даже это небольшое количество пить каждый день. Алкоголь имеет свойство накапливаться в организме. Прежде всего он оказывает воздействие на сердечно-сосудистую систему. То есть мы видим в последнее время очень часто гипертонические кризы людей, злоупотребляющих алкоголем. Инсульты, инфаркты. Также очень возрастает количество так называемых энцефалопатий. То есть это воздействие алкоголя, особенно суррогатов алкоголя, на головной мозг. Помнить об этих диагнозах необходимо тем, кто теряет контроль при употреблении алкоголя. А родственники таких людей должны всегда оставаться бдительными, чтобы вовремя помочь человеку. Наркологи, как и диетологи, рекомендуют больше заниматься спортом и совершать прогулки на улице в праздничные выходные. Тогда организм быстрее очищается и приходит в себя даже после шумного застолья. Садиться за стол ближе к 12 ночи с точки зрения диетологии не совсем правильно. Поэтому лучше, чтобы вы все-таки новогодний стол немножечко перенесли где-то ближе к 7-8 часам вечера. А ближе к полночи уже остались только либо фрукты, овощи, напитки. То есть какие-то более легкие закуски. Если невозможно отказать себе в горячем блюде после 12 ночи, тогда в течение всего вечера диетологи рекомендуют побольше двигаться. Пить больше жидкости, лучше всего воду или самодельные морсы и лимонады. А также есть небольшими порциями, делая паузы между приемами пищи. Тогда желудок будет готов к тому, чтобы переварить все те угощения, которые окажутся на новогоднем столе. Что касается салатов, то тоже, конечно, по возможности, пусть это будут лучшие овощные нарезки, овощные и фруктовые. Салаты усваиваются гораздо хуже, потому что там много компонентов. Все это, как правило, заправляется какими-то жирными соусами. Традиционные оливье и всеми любимые селедка под шубой могут быть на вашем столе, но майонез тогда лучше приготовить самим. Если же все-таки что-то пошло не так и вы почувствуете тяжесть в животе, помимо медицинских препаратов, можно выпить чай на основе семян фенхеля, укропа, тмина с добавлением специй – куркумы, корицы, имбиря. Они способствуют улучшению пищеварения. Счастливого вам Нового года и вкусного праздничного стола! Анна Герцовская, Игорь Глотов, Роман Вихров, телекомпания «Город». В середине ноября телекомпания «Город» объявила о конкурсе детского рисунка. Мы попросили маленьких художников изобразить, как они понимают и представляют работу журналистов и операторов. В эти предновогодние дни итоги конкурса были подведены. О том, какая награда ждала отличившихся, расскажет Ирина Ковалева. Первыми, кто откликнулся на предложение принять участие в конкурсе телекомпания «Город глазами детей», стали юные воспитанники детской художественной студии «Калибри». После просмотра самых ярких сюжетов, касающихся праздников и культурных мероприятий, проходящих в городе, они с энтузиазмом принялись за работу. Вот в таком формате мы никогда не давали задания. Когда они смотрели видеосюжеты, знакомились с самыми разными мероприятиями города, выбирали свой. Даже интересно было протестировать, кто какой выбирает. Кто-то полегче, кто-то не боится, бесстрашно пускается в бой, берет самые сложные сюжеты. И вот что из этого получилось, нас, конечно, очень порадовало. Первые рисунки принесли в редакцию телекомпании уже спустя несколько дней после объявления о конкурсе. Ну а к середине декабря их набралось несколько десятков. На работах детей журналисты ведут свои репортажи с праздников Рязани, а операторы стараются заснять ключевые моменты соревнований и культурных мероприятий. В общем, все как в жизни. Однако выбрать нужно было всего 12 рисунков. Ведь главным подарком для участников стало появление их работ на страницах корпоративного календаря телекомпании «Город». Честно сказать, рисунков было очень много. И самое сложное было выбрать именно лучшие. Хочу сказать, что до сих пор сомневаюсь в том, что правильно ли мы выбрали или неправильно выбрали. Потому что картин было на самом деле много, и они все были достойны. И нельзя сказать о том, что какие-то картины были хуже, какие-то были лучше. Просто, скажем так, больше здесь, наверное, сыграла роль нашего дизайнера, который уже выбирал больше по тематике вот эти картины. 28 декабря победители конкурса вместе с руководителем студии «Калибри» Людмилой Пронкиной собрались в Театре кукол, где руководство телекомпании поздравило победителей и вручило им сладкие подарки и календарей. Если девочки чаще обращались к теме ярких праздников, спектаклей и различных выставок, то Макар решил изобразить спортивные соревнования. Этот рисунок стал прекрасной иллюстрацией февраля. Я знаю, что в Семена-Ленинском проводится соревнование по горным лыжам. И решил, что раз я этим занимаюсь, то может мне это и нарисовать. Ну и, конечно же, нам было интересно узнать, как дети представляют себе нашу работу. Мне кажется, она очень сложная, потому что это надо везде ездить, везде побывать. Работа с журналистом или оператором очень хорошая, потому что можно познакомиться с большим количеством новых и хороших людей. Познакомиться с рисунками и победителями конкурса сегодня можно на сайте телекомпании. Ну а полюбоваться другими работами воспитанников студии «Калибри» смогут посетители кукольного театра. Как раз сейчас там работает новогодняя выставка, на которой представлены работы в самых разнообразных техниках. Здесь шерстяная акварель и валяние, а также роспись ткани, гуашь и даже вот такие огромные вырезанные снежинки с силуэтами животных. Выставка приурочена к уходящему году экологии, поэтому большинство работ посвящено окружающей нас природе и животным, в том числе и символу наступающего года. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok